сегодня грядет еженедельный ресет который добавит в игру мастер сложность рейда хрустальный чертог а также начнет ивент солнцестояния героев и о том и о другом мы поговорим в отдельных роликах а сегодня давайте сфокусируемся на патче который также накатят на игру сегодня он вносит череду важных изменений так что о них стоит упомянуть на канале но растягивать я не буду так что видео будет коротким во-первых изменения в песочнице pvp сейчас в мете 120 револьверы дробовики а из экзотов больше всего блистает винтовка история мертвеца разработчиков очевидно не устраивает такой баланс поэтому вот что изменится с сегодняшнего дня у всех дробовиков на агрессивной раме будет увеличен разброс дроби а значит снизится точность также у всех дробовиков кроме слаговых то есть стреляющих одной пулей будет снижена эффективная дальность стрельбы примерно на два метра это довольно ощутимое изменение но банджи объяснили какую роль должен занимать каждый вид оружия говоря дробовиках это должно быть мощное оружие которое супер эффективно лишь на экстремально близкой дистанции на привычной же сейчас раньше дробовики перестанут убивать противника за один выстрел и вам придется либо делать два выстрела либо переключиться на револьвер для добивания ну или классическая комбинация шотик плюс ладошка револьверы со скорострельностью 120 выстрелов в минуту тоже слишком долго были в лидерах теперь у них уменьшен урон от критических попаданий настолько что при получении бафов на урон скажем от перка полоса удача или рубака больше нельзя будет убить противника за два попадания в голову плюс 120 порезали помощь в прицеливании и уменьшили дальность на которой снижается урон это уже не первый нерв 120 револьверов за последние месяцы но если прошлые изменения не повлияли на мету то в этот раз кажется игроки и правда могут начать играть с другим типом оружия что же до любимой винтовки история мертвеца то урон от попаданий при стрельбе от бедра больше не будет идентичен прицельной стрельбе а сама помощь в прицеливании от бедра тоже будет снижена скорострельность винтовки не изменится но должны исчезнуть ситуации когда игроки стрелялись друг с другом от бедра с разных краев карты главная претензия к винтовке звучало как это последнее слово которому плевать на дальность стрельба от бедра супер простая была даже на мыши и клавиатуре но не одни нервы принесет патч будут и бафы например экзотическую линейку усыпляющий симулянт которая уже очень давно была в тени ее урон увеличат на 16 с половиной процентов что больше чем баф легендарных линеек в начале сезона должно быть это изменение сделает симулянт одним из самых интересных оружий для урона по единичной цели будем тестить но пока говорить рано кроме этого конечно же в патче будет пачка изменений и исправлений ошибок все до мельчайших деталей пока неизвестно не обо всем сообщают в анонсирующих статьях но есть интересная деталь который поделился dmg на реддите после этого патча оружейник банши 44 будет приносить оружие с абсолютом напомню что с недавнего времени у него можно купить разные легендарные пушки и зачастую там появляются неплохие наборы перков однако из-за какой-то ошибки все эти пушки нельзя прокачать до абсолюта и увеличить их характеристики но так вот теперь это поправят но с одной оговоркой если вы уже купили ранее какое-то оружие без абсолюта то она таковыми останется это может быть поправят еще с последующими патчами но не сегодня точно также патч вернет старое лунное оружие и оружие города грез к текущему уровню силы полный список сейчас у вас на экране эти пушки можно будет выбить и прокачать до актуального уровня будет ли что-то из этого оружия достойно нашего внимания и того чтобы его фармить об этом я расскажу позже если вам интересно пишите в комментариях чтобы ознакомиться с остальными изменениями подпишись на группу вконтакте и мы выложим туда патч ноут как только он появится на сайте банджи ссылка на группу будет в описании а на этом у меня пока все увидимся в башне до связи